Всем привет! С вами канал Кита на любой вкус. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом консервирования огурцов на зиму. По этому рецепту огурцы получаются хрустящими, очень вкусными, получается рассол. После того, как вы их приготовите и угостите своих гостей, они обязательно попросят у вас рецепт. Давайте же посмотрим, какие ингредиенты нам сегодня понадобятся. Огурчики, сладкий перец, зонтики укропа, чеснок и лавровый лист, перец душистый горошек и также горошек черного перца, сахар и соль и 70% уксусная кислота. Ну что ж, это все довольно несложно и начнем мы, пожалуйста, с огурцов. С помощью обычной губки для посуды, обязательно чистой, промываем все огурцы, освобождая их от этих мелких пупырышек и белого налета. Белый налет это защита огурца, он свойственен домашним огурчикам. Если вы, конечно, покупаете на рынке где-то, либо в магазине, этого белого налета уже нет. Но все равно огурцы промываем очень тщательно. Огурцы должны быть абсолютно целыми, без всяких повреждений, точечек, естественно, без всякой гнили. И теперь их нужно хорошо промыть. После того, как промыли каждый огурчик, заливаем их холодной водой. Оставляем на час. Если огурцы сорваны только с грязки, если уже прошло более времени, то огурцы оставляем на 2 часа. Это нужно для того, чтобы огурцы впитали в себя необходимое количество влаги. Потому что, если не заливать их водой, в конечном итоге они впитают тот маринад, которым вы будете заливать огурцы. И маринада у вас в банке существенно уменьшится. Чистые промытые банки мы стерилизуем над паром в течение 10 минут. Банки у меня 1,5 литровые. Если берете 3 литровые, понадобится 15 минут. А если у вас литровые, то достаточно будет 5-7 минут. Крышки мы также кипятим в течение 3-5 минут. И можно уже подготавливать кипяток. Спустя 10 минут убираем простерилизованные банки. И также накроем их крышкой, которую тоже простерилизовали. Кипятком заливаем лавровый лист и зонтики укропа. Оставляем их на 3 минуты. Затем воду сливаем. Подготовим сладкий перец. Его нужно хорошо помыть и удалить семена. Чеснок я очистила и также промыла холодной водой. Время прошло. Достаем огурцы из воды. Берем подготовленные банки. На 1,5 литровую банку нам понадобится 2 зонтика укропа. Если зонтики большие, их можно разделить на 2 части. Одну часть мы покладем вниз и вторую сверху. По 2 лавровых листа. И по 3 зубчика чеснока. 2 горошка душистого перца. И по 5 горошек черного перца. Болгарский перец я разрезала на небольшие кусочки. И вот такие вот 4 кусочка мы кладем на дно банки. У огурцов отрежем вверх и вниз. Выбираем ровные огурцы и ставим их по кругу, как можно плотнее. После того, как огурчики мы поставили ровно, теперь мы укладываем огурцы лежа. Подбираем по размеру. Для этого подойдут не сильно большие огурцы, либо их можно разрезать на несколько частей. Сверху еще добавляем укроп. Накроем крышкой и займемся остальными банками. Доверху заливаем кипятком огурцы. Накроем огурцы крышкой и оставим на 10 минут. Спустя 10 минут с помощью крышки с дырочками мы сливаем воду снова в кастрюлю. Воду снова закипятим. Закипело, заливаем огурцы второй раз на 10 минут. Таким образом можно также консервировать помидоры, либо делать засорти. Только в случае с помидорами мы заливаем всего один раз, а потом уже готовим маринад. Так как помидоры более нежные. Пока огурцы стоят, подготовим маринад. Набираем чистую воду, она должна закипеть. И добавляем сюда сахар и соль из расчета на 3 литра, 7 столовых ложек сахара и 3 столовые ложки соли. У меня здесь 7 литров, поэтому я беру сахар и соль из расчета на 7 литров. Размешаем и даем закипеть. Спустя 10 минут воду с огурцов мы сливаем. Она нам теперь совершенно не нужна. И теперь разливаем кипящий маринад по банкам. В каждую банку добавляем 1 чайную ложку 70% уксуса. И закатываем с помощью ключа. С помощью полотенца аккуратно перевернем банку и проверяем плотно ли села крышка. Горячие банки укутываем чем-нибудь теплым и дождемся, пока они остынут. Затем их убираем в прохладное темное место. А зимой уже наслаждаемся вкусными, хрустящими и ароматными огурчиками. Обязательно попробуйте этот рецепт, я думаю, что вам точно понравится. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Обязательно пишите в комментариях, какой маринад используете вы. Я обязательно попробую. С вами был канал Еда на любой вкус. До скорой встречи. Пока!